Добрый вечер. Ответ очень простой. Ничего не надо отвечать. И вообще вступать в полемику с человеком, таким образом настроенным, это нарушать заповедь Божия, который гласит «Не мечите бисер перед свиньями». Потому что Писание говорит, «Речей безумен в сердце своем несть Бог». То есть только безумен человек может отрицать существование Божия. А насчет того, что Иисус Христос – это и есть историческая личность, и абсолютный факт – это только ненаучный атеизм может отрицать. Это такая же историческая личность, как Иван Грозный. Если не было Иисуса Христа, то не было Иоанна Грозного. Потому что памятников в письменности об Иисусе Христе побольше будет, чем об Иоанне Грозном. Вот так можно любую личность сказать, что Геннадия Андреевича Зюганова нет. Ну, нет и нет. Чего спорить, когда он есть и здравствует. Интересно, люди отрицают со злобой и много раз к этому возвращаются. Но если нет, зачем об этом говорить? Вот им. Чего ты нервничаешь-то? Мы же не говорим о тех вещах, которые где-то там в космосе. Есть они или нет? А здесь вот нету. Ну, да нет. На самом деле это же беснование. Беснование. Ну, разве можно с бесноватым что-то такого рода обсуждать? Это как-то... Поэтому есть прямое указание Бога. Это заповедь. Когда мы вступаем в какие-то переговоры с такого рода людьми, мы согрешаем. То есть в этой ситуации лучше просто промолчать или уйти? Не лучше, а это единственное правильное решение. Все остальные решения, они неправильные. А если к нам обращаются непосредственно с вопросом? Вот ты человек, ходящий в церковь и верующий. Ты можешь доказать обратное? Нет. Дело в том, что вопросы веры, они не доказываются. А, конечно, если человек хочет, ну, пусть почитает. Там Филона Александрийского, который не был христианином и писал о Христе. Да, существует, ну, огромное количество памятников. Четыре Евангелия пусть почитает. Спасибо. 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 Спасибо.